всем привет вы на канале польза нет и здесь только быстрые емкие обзоры долгие стримы и ответы на все ваши вопросы без хамства мата и рекламы как многие заметили последнее время у меня появляется на канале очень большое количество различных наушников в первую очередь от концерна биби кей то есть я хочу чтобы вы сразу понимали что все это в его риме и а по это по большому счету одна и та же фирма бренд один и тот же бренд и несмотря на то что у них довольно разная форм фактор разные фирмы разные они выполнены довольно разных решениях допустим вот viva tvs у нас хотя вкладыши но у них видите какая фигурная интересная мембрана риме то же самое хотя они вроде бы тоже биби ки они огромные достаточно очень похожи на всякие копии ой и о по которые идут как и airpods про который у меня тоже лежат на столе с определенного рода затычками напоминаю что на канале розыгрыш 5 фитнес-браслетов mi band 4 проходит один раз в месяц на него отдельный стрим не сейчас еще раз всем привет кто не знает это стрим он конечно же останется в записи я его перенесу на канал со стримами стримы на том канале буду проводить как только даст разрешение youtube пока там не не хватает людей не хватает подписчиков поэтому пока провожу здесь возможно на следующей неделе уже благодаря вам буду проводить на том канале который исключительно для стримов сделан чем он отличается от этого наверное в первую очередь тем что там вообще не будет даже монетизация от youtube это 1 а 2 тем что там я буду чуть-чуть легче разговаривать в плане никаких ограничений почему потому что все эти бренды они очень большие если вы думаете что apple намного больше биби кей можете погуглить в девятнадцатом году биби кей вот конкретно концерн биби кей который выпускает вот эти наушники он продал на телефонов по количеству на втором месте в мире он по продажам то есть это кто на первом даже говорить не буду там просто нужно суммировать бренд one класс опа и риме и когда вы посчитаете количество миллионов штук вы поймете что это прям гигант там очень тихий и грамотный управленец они разделили этот бренд по той причине чтобы их не ломала антипанопольное законодательство в индии китае во всяком случае такое мое мнение возможно она неправильная и поэтому вот эти вроде бы три различных компаний выпускают вроде бы разные наушники которые мы видим что они по большому счету даже форм-фактор в боксах разные у них с другой стороны одинаковые примерно плюсы это какие они все идут с той птичным входом в отличие от яблочных airpods of второй версии оригинальных и airpods провод у меня оригинальная в отличие от них они конечно же дешевле и у них очень грамотно и очень сильно прослеживается цена соотношения качества это как viva допустим viva tv самые лучшие по звуку здесь но у них довольно такой странный дизайн а по по звуку вторые риме по звуку 3 я помню что мы говорим о вкладышах и мне не стоит напоминать что это затычки затычки лучше звучат у них лучше проход лучше воспроизводят басы накладные ушки еще лучше это тысяч на раз мы с вами можем повторить но это особо не важно важно то что мы сегодня в первую очередь обсуждаем вот почему эти два бренда почему именно apple и бибики потому что сейчас последнее время вот купил я джи бельки недавно которые вы мне посоветовали потратил на них чуть меньше 100 долларов 6000 рублей по моему не буду как у нас сетевом магазине покупал говорить потому что удивительно что почему-то о них рассказывают только украинские блогеры наверно в первую очередь потому что не знаю может у них представительство джи бельки умная и знает как их пропихивать этот продукт этот продукт является фактически владеет им samsung то есть джибель я не советую обзор есть на канале не для этого стрима и вот здесь 5 пар наушников лежит тех которые я могу посоветовать своим подписчикам притом все они фактически форм фактора вкладыши но airpods про являются определенного рода гибридами и также гибридами я считаю viva tvs считаются почему потому что что эти ушки что эти ушки очень сильно вряд ли вылетят у вас из ушей у них есть специальные силиконовые накладки и за счет этих накладок они великолепно держатся в ваших на ваших ушах вот у этих двух пар наушников чем почему здесь лежит huawei вский фри бац и потому что очень много комментариев по поводу почему не купить фри бац если у вас телефон huawei учитывая каким образом сейчас упала цена на вот эти уши плюс их дарят очень часто к телефонам и бушных их купить очень можно по очень вкусной цене также из черная расцветка по большому счету я их советую но также как когда последний раз джибельки покупал в магазине и со мной разговорился продавец я повторю большинство пользователей включая продавцов этого гипермаркета замечают что вот эти наушники в отличие от вот этих это airpods про они не обладают тем активным шумодавом который пользователей от них ждет то есть если активное шумоподавление всех этих наушников есть только фри бац их третьих airpods про вот здесь она фактически фиктивная то есть у человека huawei по 30 он не понимает как их настроить ему попытался объяснить что это все бесполезно потому что там полугура люди все-таки продают и не один год и не понимают почему это дело не работает это дело и не работает в отличие от тех же прошек прошки тоже не идеально у airpods of но все же по поводу ответов на вопросы через где-то минут 5-10 когда выскажу все что думаю в хорошем смысле еще раз напоминаю что мата на канале нет объясняю все стандартно доступным языком если и когда скорее всего когда я сделаю ролик сравнение на все эти наушники которые у меня на руках скорее всего он будет слегка субъективным почему потому что там должен быть какой-то итог здесь сейчас на стриме я честно могу сказать что здесь итога нет по внешнему виду могу сразу их разнеси разнести хуже всего выглядят триллер баз лично для меня но это объективно самый большой кейс дешево выглядят дешевый пластик цена соответствует до 9000 какой-то 9 до 5000 рублей можно купить в индии то есть если мы говорим 100 долларов на олежке не знаю четыре с половиной они сейчас стоят то вот на но они выглядят на 3 наверное да ну на 4 звучат они на четыре с половиной дальше по внешнему виду несмотря на цену я все-таки положил бы опа они очень многим нравятся их в первую очередь вот этот градиентные окрас кейса и да это уникальная штука но она не каждому подойдет мы все-таки люди чаще всего деловые рукавы понятно есть у подростков по 10000 рублей но если ты сидишь в офисе хотя бы чуть-чуть то у тебя должно быть что-то более-менее скромное белое черное вот viva никаким образом к этому делу не может относиться в плане как какой-то классики то есть это абсолютно такое на любителя хотя очень много комментариев вау какой кейс какая расцветка очень круто я все понимаю но стоять он не может как тот же опа выглядит он конечно же как пластик лучше чем у риме но выглядит довольно вычурно плюс вот эти округлые края дал лучше всего лежит у вас в кармане у них лучший звук из всего что здесь представлено но мы сейчас говорим конкретно оба удобстве кейса вот удобство кейса дальше идут конечно же rp crp с про можно и так разложить и в моем понимании красота кейса и дальше идут о по по почему потому что даже не здесь черные наушники о черные наушники это круто хотя я люблю черные наушники не потому что квадратный кейс или это последний обзор и т.д. и т.п. они звучат лучше еще хуже еще раз повторяю чем viva и rp c вторые но в то же время кейс у них есть в розовой расцветки помимо черной и вот эту розовую расцветку которую не везде рекламируют потому что ее в начали продавать лимитированной серии обычно она дороже на процентов 10-15 раз купили в очень большом количестве и сами ушки выглядят классно и сам кейс выглядит классно это опять же еще раз повторяю не реклама потому что по вроде бы даже в россии еще официально не продается только на каком-нибудь там алиэкспрессе и гербести и еще момент я их покупал полу за 150 долларов специально чтобы сделать обзор первым ну как любой другой блогер я стараюсь все-таки нарастить аудиторию вот за счет этого и бокс бокс шикарнейший вот когда ты его берешь в руки ощущение такое что круть если вы посмотрите американских блогеров у них очень много обзоров по поводу этого аппарата они делают это кстати намного красивее и проще они просто распаковываются на камеру в течение часа потом делают нарезку никаких особо заморочек а супер тестов у них нет вы услышите ни один десяток раз слова про то что кейс выглядит очень круто как и наушники поэтому по кейсу мы решили по удобству кейса тоже самое поставил аккуратно интеллигентно и не особо он торчит хотя опять же если брать все эти боксы по размерам данный кейс даже в каких-то в каких-то коллекциях больше чем у риме вот такая вот беда он шире немного с другой стороны звук опять же вячеслав давайте теперь про звук вот сейчас все убираем по звучанию можете говорить что хотите если у кого-то есть airpods про вы поймете почему я положил их суда их основная фишка конечно же это шумодав мое мнение и спортивные функции то есть у кого есть яблоко кто ими пользуются кто решился здесь не из-за денег кто решился потратить 20000 рублей те знают что эти наушники звучат ну на уровне вот этих если кто нибудь слушал real real me bats r вот наверное они также и звучат и независимости от цены от форм-фактор от уникальности от того что у них лучший шумодав среди гибридов тиро вкладышей вот такая вот беда дальше идут все-таки идут все-таки для меня идут о по при том что вот они лежат допустим лучший звук viva твс потом airpods 12 потом а по потом риме потом идет airpods про huawei для тех кто только что подключился и почему я все-таки сюда положил хотя они не относятся к теме данного обзора без них никуда почему потому что на них очень сильно упала цена и учитывая цену даже не учитывая точнее цену но из-за цены я их положил здесь 9000 рублей это все-таки адекватная цена плюс на вид и их реально наверно купить час за 6 их очень много раздарили так вот они по звуку звучат между viva твс и airpods лично для меня но вот из всего этого дела вас лучше всего качают опа то есть понятно что они чуть-чуть съедают середину понятно что слегка перед слегка ширина сцена от этого страдает если это вообще во вкладышах и затычках можно использовать очень проще говоря все круто звучание примерно одинаковое вот так вот так но viva твс конечно круче всех и кто купит тот поймет почему акцент наверное делаю на этих наушниках и не стесняясь этого дела его по моему не идет вообще на контакт даже с миллионными блогерами если об по еще может себе позволить заплатить кому-то и американцам они видел проплачены проплачены в хорошем смысле проплачены обзоры то есть там есть значок коммерции т.д. и т.п. миллионниками по моему урин не тоже у кого-то из индусов встречается из миллионников viva вообще чихать на всех то есть они выпустили уши их все облизывают за звук кого я не смотрел но наверное поэтому поэтому они их лучше потому что сделали лучшие продукты его нельзя захотеть его все равно будут покупать больших количествах если ты как идиот скажет что он звучит хуже всех но потом от тебя просто отпишется чертова туча народа которая более менее разбирается услышите ли вы разницу между вот этими четырьмя парами наушников я вам скажу честно вероятность этого минимально то есть лично для меня для того чтобы расслышать что опа ну чтобы качать басы лучше это сразу ощущается потому что если правильно амбушюру подобрать а там еще раз напоминаю что вот такие вот резиночки трех размеров так вот если правильно подобрать эти резиночки у вас будет при любом раскладе ощущаться низкие частоты прям и гигей и его холл не забываем про жать лайк я понимаю что кто-то приходит кто-то уходит сразу как только вы узнаете что то что вам необходимо вы убегаете и это нормально и для этого стримы существуют ответы на вопросы начну где-то через минут 7 но за попытку вам чем-то помочь а в первую очередь я здесь стараюсь помочь вам тирай себе тем что вы услышите что у меня более менее полезные обзоры будете их смотреть ставим лайк не забываем и подписываемся на канал со стримами который будет рано или поздно вещать там сейчас 300 человек и туда скидываю пока старые стримы которых раз накопилось за три года аж 70 штук как мне часто пишут рано или поздно хейтеры их нарежут и сейчас вот им идея и что-то может не стыковаться это логично я к этому готов почему потому что мы все растем и опыт у нас увеличивается перманентно по поводу автономности я здесь примерно разложу как она есть у меня но не как утверждает производитель вот это дело к сожалению работает три четыре часа поэтому как раз из-за автономности у меня до сих пор на них нет обзора это airpods про у меня они лежат два месяца это не потому что я не знаю как вы захейтить хотите я их не буду это уникальный продукт за просто нереальное количество денег который нереально было купить в первое время потому что их скупали как не знаю что никто их не возвращал а ну кто-то возвращал у меня такой есть даже подписчик при том очень хороший можно сказать уже мой друг варвар который сейчас скорее всего не на стриме один один из спонсоров канала спонсоров мало но вы в тельняшках я вас очень ценю также как постоянных подписчиков спасибо мужики что смотрите и девушки тоже миша привет зло привет давайте потихонечку все-таки до расскажу и дальше дальше по поводу автономности 3-4 часа позор за 20000 может быть может быть но опять же они сделаны в первую очередь для спорта то есть это гибриды с такими вот хитрыми затычками которые некоторые не знали как снимать понятно нужная инструкция в а по примерно также такая же система крепления самих затычек вот этих вот получается амбушюр резиновых как и здесь но в то же время здесь три четыре часа здесь около пяти часов и здесь дальше мы имеем определенную картину производитель практически везде можете меня поправить по моему обещал по пять часов у этих ушей но магия в том что они все практически выдают по 5-6 часов у меня допустим последний опа я тестировал вывели вышли на 6 часов по автономности у оба также обещали 10-минутную быструю зарядку которую к сожалению я не смог проверить почему они смог я говорить не буду но смысл в том что они обещали за 10 минут зарядки час игры я сомневаюсь даже если это имеет даже если это правда и рекламе этого не видела поэтому анонсировать то что они это могут ну как минимум глупо это как-то супер рекламы тараса 2 по автономности они и так у меня вывезли 6 часов на максимальной громкости но это отдельная история то есть проще говоря вот это 666 часов 5 и 4 в это тоже поняли фрибации в этом смысле тоже здесь не зря лежат 9000 рублей всего четыре часа максимум чаще меньше то есть вот такая печаль идут наушники за ту же цену практически эти еще дешевле этих понятно дороже и под со вторые 13000 с половиной отдал с нереальной скидкой сейчас распродавали не знаю почему я очень рад этому что за 13 с половиной вопросы задавать только после того как я закончу мысль потому что люди придут на стримы стримы я буду переносить на другой канал там ваши вопросы не сохранятся мне придется их повторять все обзоры на вот эти наушники кроме прошки и кроме airpods а в которых вы можете найти на канале с легкостью airpods у меня набрали больше миллиона просмотров он миллион двести тысяч есть при в прикрепленном комментарии вот это viva о по и real me bats это все в бит компания baby кей для меня это было темная лошадка я об этом узнал только когда уже купил 3 наушники а по они мне пришли их протестировал я подумал да как так разные три для меня относительно ноунейм фирмы выпускают такие крутые наушники при том что по большому счету они себя не через кого не печат но обычно ты привыкаешь когда не знаю фрибации туховый о гигант все купил ты знаешь что там топ или джебелька ты покупаешь думаешь там там топ смотришь какой-то шлакоблок копаешь дальше оказывается samsung все тоже не удивительно вот про яблоко вообще молчу есть свои плюсы всегда свои минусы особенно цена всегда кусается оказывается компания бибики оказывается она очень большая оказывается второе место в мире по продажам телефонов тогда вынь да положь к чему это все извините что забыл кстати включить музычку чтобы вам не было так сильно грустно и скучно шучу нас много ему тельняшках и нам я думаю друг с другом интересным очень рад что стрим пришел так быстро для меня неделя пролетела за 2 секунды вот по автономности в общем 666 часов может быть чуть чуть вру вот эти точно 6 свиво твс я сейчас перепроверю что у меня конкретно получилось потому что не все эти тесты которые указаны в наших любимых производителей это чуть-чуть не стыкуются говорю обещают о по 5 в итоге получается 6 что прошки обещали не знаю в итоге около трех часов у подсов понятно всегда опять они молодцы вот эти вот штуки орут ну про это мы потом поговорим чуть чуть позже защита от воды здесь айпикс 4 здесь айпи 54 принципе тоже самое пикс 4 только еще и защита от получается пыли и репарил мир бац по большому счету все то же самое но с автономностью а соврал риме вот здесь риме 2 часа 48 минут простите что дезинформировал вот кто досмотрел тот молодец до такой степени затмели мне очень оба с утра выгрузил обзор можете посмотреть очень очень понравились обычно обзоры по 10 минут я делаю либо на вещи которые мне очень сильно нравится либо очень не нравится что-то среднее я делаю обзор 5-6 минут я думаю об этом прекрасно знаете практически ни у чего из этого нет видимой задержки вопа я сказал что задержка заметно в играх после этого сегодня еще рубился в игрушке ну нет она будет минимально как и viva по поводу кодеков aptx aptx нет aptx нет aptx нет viva tvs aptx тоже отсутствует при том что по большому счету правильно сделали подписчики которые у меня в телеграме скинули одну хорошую статью на кодеке и если вы посмотрите как и я посмотрел кодеке и си бывают основных четырех типов 4 и 4 тип и 3 кодека и си практически ничем не правил не проигрывает а в чем-то даже выигрывает кодеку aptx зайдите на наш телеграм напишите моим модератором и они вам с удовольствием ее скинут может быть когда-нибудь я сделаю подробный обзор по поводу этого для того чтобы мы с вами с бешеными глазами не прыгали на кодеке и си особенно точнее на кодеке aptx особенно вот сейчас когда существуют свои кодеке упал и которые тоже не особо сильно проигрывают свои кодеке у самсунга который вот по факту по кодекам не особо тоже проигрывают кодеку aptx aptx hd вот 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 такая вот история по автономности 3 3 2 2 48 3 5 5 5 6 вот двое наушников дальше идет громкость вот здесь я расположу наушники таким образом при том что громкость все-таки вот так громкость у этих четырех пар ушей очень близко друг другу о по орут так что можно повредить слух при том каши не не появляется все можно разнести все инструменты слышно мне понравилось как они звучат как маленькие колонки в ванны использовать можно хотя в ванной опять же если вы заметили это по моему единственные уши нет еще viva tvs которая не топил жалко мне их потому что хороши они понравились хочу дальше использовать сам еще раз я за них не топлю не топлю почему потому что неизвестно правильно очень часто пишут неизвестно сколько они проработают хотя должны должны проработать довольно долго по браку по количеству тоже неизвестно только начали продаваться дальше чтобы я еще хотела отметить вот в этих всех историях по громкости для многих важны для многих важную по поводу низких частот память по поводу долбежки для долбежки вот это дело подойдет если вам ничего кроме долбежки не нужно рок и т.д. и т.п. и вам нужны вкладыши вот такие вот оля вкладыши гибриды вам подают даже очень неплохо по весу я понимаю что слегка это извращение в плане чего в плане того что ну ну 50 грамм носишь в кармане или 30 не особо важно но все-таки 57 грамм huawei freebats viva tv с ушами 40 грамм airpods 2 48 грамм у нас сколько здесь было 57 пока здесь потом рел мир бат 414141 вот примерно одинаково здесь у нас идет 48 грамм здесь у нас airpods про идут аж 56 да все-таки фрибаться их не победили и давайте для частоты эксперимент к джебельки еще 56 ну джебельки ладно черт с ними вот так примерно получается что вот эти наушники все топовые уши по звучанию у нас весит примерно одинаково кроме viva tvs viva tvs вообще весит 41 грамм в отличие от остальных 4141 даже вот так вот так по весу распределены наушники фрибаться 3 тяжелее всего потом airpods 3 airpods 2 о по трилме и viva при том viva всего если вот брать по разносу 40 грамм против фрибаться в третьих 50 семей 17 грамм может быть для кого-то имеет значение ну скажем для интереса по поводу размера наушников я сейчас выложу я не особо вижу смысл если честно разоряться по поводу того что меньше что больше но есть один момент который я бы хотел осветить и на данный момент ввиду отсутствие каких-либо конкурентов конечно же сравнивать по большому счету не с чем потому что airpods и вторые копируют практически все кому не лень и кому лень airpods про по своим габаритам они в прямом смысле уникальны чем тем что вот по ножке по ножке вот прошка вот airpods вторые видите и они реально практически не видны то есть они полностью ушную раку мы вину помещаются и все есть допустим airpods и вторые и viva viva тоже не особо выигрывает у под со вторых но чуть-чуть хотя бы по форме интереснее а точнее не viva это идут опа а вот viva уже выигрывает тоже видите ножку если брать airpods про и viva без визуального обмана конечно же viva чуть чуть больше на пару миллиметров и я бы сказал что особенно когда смотришь на девушку у меня супруга носит допустим прошки но все равно между прошками и вторыми airpods авиана выбирает всегда вторые airpods и ей удобнее и они звучат чище и лучше вот эти наушники практически не видны очень крутое управление у них так же как по управлению очень крутое управление у viva а по но единственный минус очень правильно указали что левый наушник обладает другими функциями то есть на левом наушнике мы меняем громкость на правом наушнике мы перелистываем треки свайпами плюс вот эти уши очень неплохо также как и прошки понимают тапы через наушники через шапку то есть по управлению я бы положил наушники вот так по качеству и комфорту наверно вот так управлению наушниками можете опять же посмотреть обзоры подробнее не вот из этих всех шести пар ушей видите как хуавей без беспардонного ворвался в мой сравнительный обзор удобнее всего по лично для меня по управлению airpods про это без без вариантов вообще дальше идет viva tvs дальше идут уже все остальные точнее дальше идут о подальше airpods и даже дальше viva после этого фрибации в конце realme airpods вот и дальше 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 по зарядке минусы вот этих пар наушников это конечно же вход lightning lightning это плохо но в то же время они чем обладают в отличие от этих ушей правильно функции беспроводной зарядки у его в твс по моему она кстати тоже есть я сейчас перепроверю говорю когда делаешь только обзоров на наушники иногда бывает что ты забываешь вот вот это я вас обманул поддержка у вива вот из этих всех ушей у вива у вива твс есть поддержка ptx кстати я не знаю каким образом я так благополучно забыл об этом но вот извините дальше мат конечно же модератор банят если есть какие-то проблемы или вопросы в чате сразу пишите все будут забанены забаненых людей на канале хватает теперь можно более-менее более-менее никаких мульти подключений здесь нет по беспроводной зарядки я уже ответил я не помню напомните по мне попал мне по поводу вива твс если там беспроводной зарядки я почему-то про нее забыл какие наушники самые топовые по звуку мне больше всего зашли вива твс какие вакуумные наушники до 5000 посоветуешь затычки hello gt2 соли включает весь чат видеть уже весь чат вижу знаю что анкер p2 хочу их приобрести очень интересная модель сергей с анкером очень интересная история них и панули на вот этой дешевой модели на которой сделал обзор и сейчас я считаю что они просто-напросто это не брать то есть это вот просто чуваки которые хайпанули на дешевой модели людям понравилось и они продолжают эту тему топить тот тос то сколько они требуют за свои девайсы это просто бред ставила был 101 уже у меня на руках либо твс каких онлайн магазинах пузов покупать в казахстане не знаю налички я покупал на ли дальше саня я собираюсь покупать е12 ультра посмотри обзор не нет если это вкладыш я не помню все время x вкладыши мне их понравились затычки нет чего сегодня с 01 на руки мора а я их нашу я не знаю мне зашли они как-то простые такие ничего не ничего по большому счету от часов не надо может сравнить earpods 2 его по заранее спасибо для этого и нужен обзор почему как раз на такие вопросы в первую очередь я буду отвечать по поводу earpods 2 и о по чем первое вы имеете ввиду сейчас надеюсь бокс о побольше но к функционалу грамотнее то есть он ставит любым любой стороной беспроводной зарядки опа нет у по моему я уже до такой степени заделся этими обзорами что нету беспроводной зарядки у них опять же если даже у apple и есть беспроводная зарядка хочу отметить то что они заряжаются очень долго у них она не низко низкой мощности поэтому все это лобу тень по звуку по звуку earpods 2 слегка лучше но по басам об похуже ой точнее о получше по басам airpods и вторые лучше по верхним частотам ширина у них частота звука и ширина сцены если так можно выразиться наверно все таки можно звук намного чище то есть если слушать оркестр то слышен каждый инструмент здесь чтобы услышать каждый инструмент нужно прям конкретно вслушиваться дальше по форме ушей вот это дело у вас никогда не вылетит из наук из ушей здесь нужно покупать силиконовые накладки если для вас конкретно необходимо чтобы они не вылетали вы потеете либо спортом занимаетесь либо они вам не подходят по размеру здесь можно просто подобрать себе амбушюру и все дальше по автономности автономность примерно пять часов шесть часов на опять же шесть часов здесь у меня с телефоном one plus 7 pro то есть если это биби киевский телефон это риме оппо и viva то то тогда у вас будет такая автономность если нет вполне возможно нет то же самое по функционалу если у вас по моему телефон оппо то тогда у вас будет еще и анимации если у вас яблочный телефон у вас будет анимация с рпцами здесь все зависит от конкретно телефона если брать вот завтра идти покупать себе к андроиду наушники однозначно это оппо по цене по по цене качество если не важна цена для android это viva если вы покупаете наушники к айфону будь то даже 5 где у меня где-то маленький телефон который уже два месяца просто тестируется в общем проще говоря а вот он если вы покупаете даже к 5 наушники то при любом раскладе нужно покупать рпц мое мнение дальше привет а курил не беспроводная зарядка есть по моему нет 99 в периоде что ее не было нет и вряд ли будет вот мы сейчас кстати можем все это благополучно на обзоре проверять но мы можем сначала проверять вообще работу моего беспроводного powerbank а которая не знаю зачем положил на обзор на себя самого стращать дальше сальты сканировал qr-код на viva tvs инструкция чтобы это обновит их драйвера я не сканировал на видите вот у прошки идет зарядка была короче была зарядка только что я думаю вы увидели те кто хотел дальше секунд подзарядим power box все равно телефончик us заряжен достаточно хорошо и будем дальше отвечать на вопросы привет брат здорово якоб давно не виделись привет какие уши посоветуешь до 45 тысяч рублей на канале смотрим топа польза можешь сделать меня модером в телеге нет модал пати там два модера я им доверяю пока нет будет тысячи человек посмотрим здравствуйте а вы будете заказывать тронсмарт onyx из уже уже идут азад по моему даже уже прошли таможню но там будет все жестко потому что у тронсмарта все время какие-то супер плюхи и какие-то супер камни под эти плюхи что меня очень сильно нервирует дальше сани это не вопрос был киви в твс про сканирую qr-код в инструкции это обновит их драйвера окей обязательно либо или huawei если телефон huawei то однозначно лавой если телефон у вас о паре или любой другой то вива но при любом раскладе виву звучит по мне лучше то есть для меня звучат вот так где бац и airpods фрибац вива вот если из этих трех прям супер топовых вещей почему не live на live канале пять раз спрашивал полу макс мне запрещено пока там проводить стриму потому что там мало людей там 300 подписчиков как только будет тысяча по-моему ли черта узнают сколько там должно быть я смогу делать стримы могу делать стримы но только через камеру сейчас я стримлю через телефон это мобильность взял как иногда бывает я что-то покажу что-то расскажу и т.д. и т.п. то есть не проще сейчас стримить с телефона привет не знаешь где можно купить viva tvs боюсь не соли не дойдет ждите тогда когда появится в магазинах потому что на данный момент я видел только на лида на ли там вообще какие-то истории мрачные мне иногда не везет с доставкой но я вообще даже не рассказываю вам на стримах в первую очередь потому что всегда возвращают деньги хотя сегодня я хотел рассказать вам о разводе лави озона и wildberries но мне супруга сказала что и так все знают поэтому не рассказывай как вот вот проще так на олежки можно покупать не боясь главное всегда можете посмотреть ролик как я советовал что именно делать при при покупках на али обязательно чтобы себя обезопасить но первое и последнее правило самое самое главное это всегда снимать воспаковку чтобы был виден номер пакета и был было видно состояние что вам пришло чтобы что было видно что он не порван потому что очень много недобропорядочных покупателей появилась которая из россии к сожалению стран бывшего снг и чтобы понимали часть алиэкспресса конкретно там ол перекупили русские владельцы как я знаю и это не есть хорошо потом посмотрим как все это будет работать бип с еще не заказал не знаю где модуль party что коронавирус из трех хабов 2 работают в россии вообще проблем никаких стоит ли покупать опа или подождать пока доллар упадет кения мне 36 лет я ждал когда доллар упадет получается 92 года я вам скажу страшную тайну он не упал модуль потянут какие наушники посоветую до 4000 есть топ 10 наушников на канале посмотрите обязательно узнаете что на часа за часы на руке биф нет это хэлл с 1 такие часики были одни из последних нам по моему последние часы на моем обзоре посоветую лучше он raw fly под слайд или а по nk free вы сравниваете затычки с вкладышами при тому она fly под слайд меня правильно поправляют очень часто у них классные материалы все в принципе хорошо исключая bluetooth версии по 4.2 то есть они уже старые они морально устарели поэтому лучше однозначно опа хотя если вы хотите затычки можете купить дешевле хэлл gt2 допустим планируешь ли обзор на твс от sony ортис я вам скажу честно я боюсь по поводу соли делать обзор что они мне выкатят письмо счастье о том что я пользуюсь их очень я если буду делать обзор на это дело и однозначно их захотите потому что я их видел вживую но это шлакоблок они хотят очень много денег за то ну в общем проще говоря если вы хотите шумодал наушники покупать либо покупайте free box 3 это будет плохой шумодав но будет либо покупайте airpods про двадцатка либо покупайте уже сразу накладные уши то что предлагает sony ну посмотрите их размер придите в магазин а потом спрашивать у меня хотите ли их купить в первую очередь вы планируешь сделать обзор скорее всего я сделаю обзор я пока не знаю в каком формате я буду рассказывать samsung бат среди тех что на столе нет потому что дорогие ведь обзоре вы сказали что звонит звучат они лучше чем airpods samsung бац это супер дно которое является мега разводом dream дмитрий я не знаю в samsung бац а где вы в обзоре услышали что они играют лучше чем airpods и это подразумевалось что все затычки за принципе басы вывозят лучше чем airpods и затычки но никаким образом не не подразумевалось то что samsung лучше чем airpods согласен по шкале sony sony шлаг не видитесь не понял да я знаю вячеслав это разводил его просто так же как сам керами дала дорогие анкер это ноун и игорь это вот исключительно хайпа блогеров посмотрите обзоры есть маленькие каналы которые не особо не недолюбливаю но если вы слушаетесь вы поймете что наушниках ничего такого нет вот есть у нас базе усы w04 09 вот принципе это то же самое то есть они есть еще тик нити катиса есть она мы и бац и вот это одна и та же контора хотите нормальные затычки купить их и логите 2 хотите что-то топовые затычек забудьте они все примерно одинаковые ничего суперского прям не делают затычек вот кроме ван класс баланс 2 но это шнурок наушники на шнурке лучше всего что лежит на столе спасибо еще раз на столе лежит последнее детище бренда биби кей концерна биби кей это он о по рилме и viva здесь также лежат оригинальный airpods про за двадцатник и airpods 2 за получается пятнашку и я их сейчас сравнивал стрим обязательно сохраню для тех кому интересно сможете 20 минут послушать так вечер добрый добрый рашид привет что лучше взять риме или подкопить и взять оппа однозначно подкопить и взять оппа то есть здесь вообще нет альтернатив дальше красиво это 5 работают раздельно особенно причина в автономности потому что 248 но это совсем мало а пятерку я уверен они везде будут работать дальше ничего лучше нет airpods печально дальше тут интернет тут он пользы на добрый вечер если помнишь меня то скажу так я купил sony wf sp 300 н потом отпишусь отзывом model party и остальные еще раз прошу хамство на канале нет разборок то же самое мне очень тяжело читать чат 170 человек на канале спасибо большое тем кто пришел не забудьте поражать лайк задавайте вопросы по теме в первую очередь буду отвечать конечно же по теме потом на все остальное все склоки прошу перевести в телеграм-канал там дальше в личке друг другу писать если кому-то что-то интересно лично или мне лично писать хамство и мата на канале нет это основное правило остальное уже все ну плюс ссылок на какие-то другие каналы кроме каких-нибудь вилса комов андроньюсов здесь не итоге конкурса сергей у нас раз в месяц конкурс 30 марта возможно будет как-то называется возможно будет на другом канале пока здесь еще раз например модал party никаких диалогов здесь на личные темы будешь делать обзор на наушники рейзер уже есть обзор рахин на наушники рейзер на беспроводные наушники у меня наверно 120 обзоров на канале всего наушников этих наверно у меня пар 300 усачок все норм мишка привет этап у тебя лучше обзора на его спасибо большое скажи по микрофонам того что на столе что лучше это лучше р подства у вива у риме опа ну неплохие тот же самые неплохие у рпс 2 не могу вот это худший это лучше здесь примерно одну по мне можете послушать примеры работы на канале и когда вы очень часто спрашиваете почему не сделаешь обзор на микрофона со сравнением 5 допустим микрофонов различных фирм вы понимаете что нужно делать с разными телефонами то есть это будет такой какой-то мега обзор еще смысла его особого не вижу потому что если у вас откровенно говоря есть 15000 вы пойдете купить airpods про если вам вам нужен микрофон здесь нет как бы альтернатив если у вас есть 12000 вам нужен вот такой вот вида кейсы такие наушники светящиеся с лучшим звуком чем в airpods 2 вы пойдете купить и viva если у вас нет больше десятки то вы пойдете купить и опа но это опять же мои советы если у вас over много денег вы купите эту и другую пару наушников airpods про для спорта и под 2 для повседневной жизни будете не будете смотреть стримы или будете смотреть стримы чтобы со мной пообщаться также как я прихожу и часто очень разговаривают по поводу наушников наверное потому что это одна из самых динамично развивающихся тем на вообще в тех на в среде потому что все эти телефоны ну вот я начал покупать да не похоже вот убейте меня у меня лежит iphone 11 pro max у супруги она им пользуются лежит она пользуется и и он не особо от 7 плюс отличается iphone 7 плюс и вот у меня ван класс 7 то про который типа не должен лагать лагает все и 11 pro max и ван класс 7 то про и снимает намного лучше ван класс 7 то прочим 11 pro max и даже сяомишны вот этот десятка на которой я снимаю иногда она тоже неплохо снимает но снимает она хуже чем вот все эти телефоны хуже чем huawei то есть если брать по телефонам там один сплошной не знаю очень сложно что-то хвалить вот меня сейчас спрашивают часто почему-то новом пластинка про который считаешь лучшим телефоном для меня это вот допустим лучший телефон в соотношении цена-качество кера возможностей камера на которая кстати снимаю обзора так вот очень часто спрашивает почему нет позитивных обзоров потому что когда я получаю телефон в руки у меня нет мысли что он может стоить сотку понимаете вот как с iphone pro max или что полтинник как ван класс 7 то про потому что у меня был допустим хавей по 20 про его покупал за тридцатку и он не хуже его раздолбал в хлам но он не хуже дальше просто яблочные червивые окей нужны вкладыши для маленьких ушей бюджет около 100 долларов x x iphone 2 мне не подходит но дорого однозначно берите опа опа с какими-нибудь из из вкладыши вам подойдут то есть это такой супер гибрид не дуржал не держал в руках пиксель нет не держал честно гол обзор к зс-1 был на канале диме рис еще раз вы когда спрашиваете по поводу каких-то наушников обзора на канале единственное чего у меня не было это каких-нибудь там маршалов которые мне не нравятся меня нет оди fire потому что мне этот бренд не нравится и то что я его покупал у меня не работало и нет всяких sonic и топов потому что боюсь что мой канал заблокируют а когда потестил наушники samsung у меня ушло 2000 подписчиков потому что люди хотят слышать что король одет а не то что он голый вот и все они купили за десятку уж они не хотят слышать что это шлакоблок я прекрасно понимаю но по-другому допустим про самсунгов ски детища из рода взряда вот этих джебе или которые надеюсь мои подписчики не купили либо наушников samsung я сказать не могу только хотела про соньки сказать валерия привет очень приятно у нас девушка теперь на трансляции тогда дальше привет стоит ли покупать беспроводной пылесос не робот дима харта какой конкретно ты имеешь ввиду те что у меня были два беспроводных меня радует я их за могу потом как-нибудь показать в каком они состоянии принципе норм не умерели рейзер или риуме рейзер стоит столько что вообще не думайте покупайте об а вот еще и выиграете в цене прибат сгонял александр с прибат я гонял и гигей сколько у меня не было даже по моему обзора в сравнении несколько неплохие уши шумодав не работает звук очень хороший второй в моем топе после viva твс идет фрибат с 3 потом идет airpods 2 по звуку здравствуйте говорил что что то есть эти тиса ай-4 было видео на то есть тиса и 4 тиса и 5 я тестировал но видео в итоге не сделал очень похоже на тиса и 4 потому что к зс-1 или крюсе вайты 5 по звуку отказая с 1 по форм-фактору крюсе вайты 5 ну ну кася вайты 5 много подделок димерис b1d очень сложно у вас именно какие хорошие вкладыши до 1000 рублей никаких вкладышей до 1000 рублей хороших нет в районе двушки по zeus есть будет ли обзор на хэлл джеки один про на манишка вы меня победили я сделаю на них обзоры их заказал почему победили потому что на gt2 и gt1 был дальше повторный вопрос а вы будете заказывать и делать обзор on our flypods on our sports про если азат это шнурки то нет потому что у меня есть свои фавориты это будет 2 и я не знаю не знаю наушники one plus ball с 2 на шнурке лучше всего что лежит на столе в плавении длительности воспроизведения микро вон и удобство посадки однозначно джордж для меня да но это затычки они вреднее сколько он постоит наушники 6600 рублей на данный момент по данному курсу по ссылке в описании под обзором на них в общем в целом мне кажется что они будут в районе 6000 рублей в магазинах в перспективе я покупал их за 9000 рублей потому что они только появились и был всего один продавец сделай обзор адаптеров и модулей для драйверных наушников ухты ёшки-гагошки подумаю польза как там боевой гном растет растет крепыш растет скоро первый класс закончат ума b1 d одним словом никак гарик ждем сайла был с 119 когда уже я стараюсь чередовать один обзор на наушники гарик один на обзор на что-то вот в принципе скоро на следующей неделе окей слушая на опы есть софт по обновлению по не заморачивался александр да даже говорят видите на вива есть а по-моему и на него кстати дело обновления вот я сейчас вспоминать начинаю я делал обновление на вива сайт и говорил что теперь планируешь покупать телефон вива какой планируешь купить можете телефон о покуплю да и гон пока никакой потому что у меня с финансами небольшие траблы вот в районе десятки я могу тратить на девайсом смотрите сколько от месяц трачу то есть из того что здесь лежит логично что мне никто ничего не заслал то есть это там сколько это 1321 6 по моему 11 я отдал 8 сейчас уже 6610 ну короче это какой-то триндец я вот пошел по этим топовым наушникам ну надеюсь вам хотя бы интересно по телефонам это по 20 тысяч на обзор я не знаю это по моему дорого для меня дорого пока обязательно летом будут телефоны у меня там будет коллаборация я надеюсь с другими можно сказать с магазинами то есть за то что я буду упоминать магазином не будут давать телефон это и сейчас могут делать на пока не заморачиваюсь рекламу на канале олег нет 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 она у меня проблема может быть какая-то алекс психика в общем если я буду идти в разрез со своим какими-то принципами них не так много как вам кажется у меня принцип вообще меню просто понимаете если я посоветую какой-то хлам вот почему очень часто говорят что я радикально рассказываю каких-то девайсов потому что я очень не хочу чтобы они конкретно подписчики купили они очень возможно эти девайсы не такие плохие как я их какой окрас то есть я ничего не вру акцент делаю на те вещи которые мне интересны наушников это всегда автономность стабильность подключения то есть чтобы выходили по городу они у вас не шипели потому что я знаю как это бесит в телефонах это стоимость первую очередь идеальных телефонов нет наверно кроме да нету их вообще есть идеальные телефоны только для тех у кого какие-то космос космос финансы вот гид за за марта это некоторые подделки лучше оригиналов нет это вас убеждает что вас убеждает в первую очередь это вы сами себя убеждаете по факту никогда подделки не лучше оригиналов что делаешь товарами из видео я все время показывают пакет я не знаю где он сейчас у меня есть сумка с часами сейчас где-то могу посмотреть вот основном они валяются по дому сейчас я не помню где с наушниками короче надо приезжать более большую квартиру вот допустим часы это не все с прошлого стрима наверное часов у меня штук еще 20 есть если не больше это по дому надо поискать наушников вообще пакета 3 это как не говорят почему-то со стабилизатора пользы не снимаешь я снимаю иногда со стабилизатора у них 4 штуки просто стиль у меня такой дальше patreon не знаю что такое если тебе нравится гибридные вкладыши топа без альтернатив да ну и почему есть его по альтернативу вот эти airpods про но это единственная альтернатива сейчас я вам сделаю еще что-нибудь по лампове стримы ламповые без мата хамство сидим общаемся вот надеюсь 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 более-менее интересно и не забываем поражать лайк я понимаю что много людей приходит не у всех есть время тем более выходные но зомби чат очень прошу больше не спамить три сообщения подряд будете забавлены еще раз дела норму какие у тебя уши на каждый день те что я тестирую если кому-то интересно я уверен что кому-то будет интересно вот одни из тех ушей которые я тестирую уже не первый день не знаю как о них сказать не знаю вот пакетон инструмент для сбора долл а валерий у меня есть штука для сбора донатов там 110 рублей за последние четыре месяца у меня есть спонсоры на канале им огромное спасибо они компенсируют пару девайсов месяц как минимум libertec tv скоро придут артем висят на границе может не придут никогда вообще тоже вот по поводу libertec of и остальных подобных наушников друзья смысл особый просить чтобы о них вам рассказывали если сами вы не сможете их купить почему потому что допустим их уже не выпускают вот так александр спасибо будут кроссовки типа марафонок так вроде были mosfet и они пока ничего нового интересного не выпускали как только выпустят я сразу куплю какие кстати сяомишные кроссовки недавно агли были мне еще три пары придет не забываем посмотреть на канале вы игнорируете вопросы пара бац пруд плюс или до меня их слишком много нет я только увидел вопросов очень много видите я вообще не замолкаю практически бац плюс я не вижу смысла покупать потому что samsung бац обошлось мне в 2000 подписчиков и они были полным шлаком я не знаю как может быть бац плюс лучше чем 21 если они физически такие же у меня основная претензия была в том что они огромные тупые в плане звучание и я не знаю как этот шлакоблок можно назвать нормальными наушниками не как-то затычки лучше подходят от вкладыши уши болят чем с прибабахом вам необходимо вкладыши немного поносить где-то дня три-четыре потом лучше прикинуть привыкнут обычно сделаешь скидки на а по какие есть скидки я зит я не продавец нет я не сделаю тебе скидку на поищи сам где их купить это бесханство я обзорщик дальше что-то из наушников последнее время больше всего и что заранее благодарю так я не понял вопрос андрей на же привет могу ли какие-либо твс наушники потягаться с моего жди по звуку мы заожди норм не советую смени планы не понял а перееду с меню его выглядит круто скажи еще про них у меня есть целый обзор на них на 10 минут посмотрите пожалуйста по моему даже стримом посвященный есть хорошие на шейник мир дотс провокий буду знать привет то никита скорость только зашел на стрим ты уже говорил правильные бац р есть ли весомые минусы есть обзор на канале на все эти наушники в прикрепленном комментарии ссылки на мои обзоры на канале то есть это все бренд бибики и viva риме и опа это airpod это яблочный этот же бельки хлама шлакоблок это huawei freebats 3 что их объединяет они все вкладыши то есть это гибридные вкладыши но по большому счету вкладыша что эти объединяет бренд то есть это бибики это у нас apple и к чему это все лежит к тому что вот на эти три штучки у меня есть обзор на канале также как на эту на прожки пока еще не делал хотя тестирую хуже не один месяц что скажешь про крюсе white опять скажу каста посмотри на канале обзор дальше красивый столик спасибо какие твс наушники лучше всего подходит для huawei надя однозначно вот эти вы 323 николай огромное спасибо за донат не все время постоянно донатите кто-то мне постоянно донатит на стримах я не могу выявить надо посмотреть ладно огромное спасибо мишка понятно кузьма ты реле ничего не понял приветствую сяоми r2 или риме бац r телефон сяоми r2 хотя бац r выглядит чуть чуть интеллигентнее но r21 только бокс лучше то есть я бы даже не думал я бы сто процентов взяла r2 тем более к сам личному телефону яблочные уши разве не такого же размера как и бац они даже больше бац of 2 чего вы в каком месте это я щас поищу бац и в общем проще говоря samsung бац они огромные они просто как вот две такие блямбу меня даже их две пары фейков ладно на том на том канале может быть выгружу обзор я пока не знаю где сделать обзор на их подделки может быть даже плюс сделаю какая гарантия работа гарантия в магазине пангерма алекс привет не на том канале идет стрим по той причине что у меня там нельзя вещать пока с телефона не забываем что есть второй канал для стримов очень прошу вас подписаться туда возможно чат там буду проводить стримы чаще и они будут слегка открытие почему потому что я здесь очень сильно фильтрую то что я говорю не хочу чтобы этот канал мне блокировали уже меня предупреждали за то что даже на стримах учитывая что иногда они набирают несколько десятков тысяч просмотров я говорю вещи которые брендом не особо нравятся поэтому постарайтесь подписаться если вам такой формат интересен я вам благодарен буду очень сильно тем более однозначно только там у меня будут розыгрыш 5 фитнес браслетов миван 4 который проходит раз в месяц за лайк подписку с колокольчиком и комментарий к любому из видео дальше привет стамбова здорово олег здравствуй ответь пожалуйста хэллоу gt1 или размер дотс хэллоу gt2 ну можете размер дотс взять если уверена что это не подделка хотя там очень много брака юрий вам спасибо за то что пришли какая из этих моделей реже всего теряет соединение и втвс ну и арпации если с яблочными девайсами они конечно тоже довольно неплохо работают но здесь и втвс его по в этом смысле лидера конечно дальше извини что не по теме скажи пожалуйста автономность часиков на руке сер g там вообще все очень сложно там и 10 дней 20 дней могут выжить если без оповещений посмотрите обзор на канале под ним очень много комментариев там очень много хэйта но еще раз напоминаю что вот эта штука за 1000 рублей она стоит как треть треть ремешка моих чатами ремешка часов моей супруги у нее airpods 5 версии точнее не под а apple watch 5 серой серии у нее ремешок 3000 рублей стоят вот эти часики стоит стоили тысячу сейчас курс поднялся ладно я не знаю сколько там две тысячи стоят они почти как ремешок поэтому я от них ничего особого не хочу дальше я сравнил бац плюс самсунга яблочные прошки и скажу ножку явно соединить с головкой прошек тогда прошки больше но бац 11 часов играют опрошки меньше намного меня нет никаких претензий к автономности гала самсунг галакси бац у меня есть претензия к их ценообразование если по не стоили 5000 рублей рума гейм я бы сказала не топ так как этот хлам стоит 11000 рублей тире 10000 рублей я говорю что они шлакоблок если вы зайдете на авито и увидеть и посмотрите как много их продают вы очень сильно удивитесь они никому не нужны потому что они неудобны и очень много большим большим количеством людей у которых есть хоть какой-то слух они слышат там только басы ни высоких ни средних только тот толком не слышно поэтому по автономности конечно это три часа но здесь есть шумодав довольно неплохой я не рекламирую это дело это не стоит 20000 но опять же здесь дело не в ту стоимость здесь дело в уникальности продукта и аналоги я не считаю что sony это аналог учитывая размер sonic 1000 но это не аналог вообще вы положите их рядом вы не заходит не захотите обычный обычный человек стандартный которых я знаю люди они не захотят соньки засовывать себе в уши потому что ну хоть тридцатку они стоят будут на не огромное если в планах обзор на часы о поесть александр 30 тысяч я не знаю за что мне кажется там китайская версия себя буду расстраивать если они даже на английском языке не будут скорее всего куплю сегодня я уже за вам закинул их в корзину какие-то вас посоветуешь с огромной автономностью просто я могу за забывать их зарядить с огромной автономностью на шнурке улиц 2 ван класс баланс 2 привет какие накладные наушники взять до 3000 беспроводные миксайдера любые до 3000 посмотрите на канале есть на 301 модели у миксайдеров есть есть семья и не тестировал очень люди хвалят примерно так что думаешь про кинера кинера норм hello джете много брака даже мои подписчики писали что там не все хорошо не забываем про жать лайк кто новенький подписаться на канал и написать в комментариях что купить для обзора плюс в комментариях в описании к видео много всякой полезной информации начиная от группы вконтакте и группы в телеграме где вам всегда помогут и заканчивая не знаю инстаграмом моим которым я спамлю что я буду рассказывать в ближайших обзорах приветствую какие накладные наушники взять до 3000 уже ответил а беспроводные ответил миксайдер xxs 301 согласен samsung полное дно очень рад что вы слость что ты со мной согласен варвар xiaomi rdots pro 2 норм уши да наверное да есть обзор на них туда но есть много альтернатив хороших стратос 2 был за 29 долларов как думаешь кидалово я уверен что кидалово сани повторяю вопрос ты под у себя в каких ситуациях терялись среди соединения что ты с ними делал в торговых центрах варвар спасибо большой владимир не теряли полностью варвар это называется микро помехи просто кто-то их слышит но кто-то не слышит слушаешь музыку баф помеха они ни разу не теряли соединение вообще помогли не встречалась честно наушников за последние два года которые прям терялись соединения поменял бац и на airpods и вторые как по мне бац и играют на уровне под самых 2 дай цена на буу рынке норм зато подделку не купишь на бац их нет подделок у меня две подделки samsung бац валерия купи креатив outlier air для обзора я думал об этом дорого пока думаю андрей привет с украины и вам с украины вам привет с россии и из россии из россии к зс-1 по звуку как посмотрите мага рам мой обзор на к зс-1 мне не понравились кстати с казахстана привет владимир вам тоже привет airpods про стоит 20000 рублей рангей мой вердикт если у вас если у вас возник такой вопрос значит нет есть какой-нибудь девайс который по-настоящему ждешь на обзор есть у меня определенный опыт зло абсолютно я нахожусь на низшей ступени пищевой цепочки в плане того что довольно далеко живу от москвы и каждый раз когда я говорю о чем то что жду на обзор он появляется на другом канале потому что ну это нормальная практика когда люди смотрят и слушают других блогеров для того чтобы опередить их потому что сливки снимают первое все равно то есть основная масса просмотров у того человека кто будет снимать 1 опять же из более-менее больших каналов у тебя должно быть хотя бы тысяч 10 подписчиков для того чтобы тебя достаточно много людей посмотрела проще говоря а с память то что я топовая что у меня лежит я не буду на топовое вы всегда видите из разряда вот чуть ли не завтра то есть что супер интересное для зрителя я стараюсь выкладывать то есть на следующей неделе будет много чего мне кажется интересного с адекватной более-менее цена потому что когда ты видишь наушники по 10000 и у тебя телефон за 10000 у тебя возникает вопрос зачем я вообще это смотрю и я вас прекрасно понимаю пока вы не будете пользоваться ушами беспроводными плюс ушами вкладышами не почувствуете плюсов вот этих 55 часов автономности в принципе вам эта тема особо интересно и не будет на андроиде или с айфон на айфон ни разу не сталкивался с айфона нет с айфона было варвар просто в меди походе кружка 4 просто на strados 2 дисплей был за 20 баксов и тут ничего не понял окей варвар я жду мифа у 4 3 месяца варвара я жду мифа у 4 они не знаю где я посмотрю на не точно в пути я в тебя не обманывал и не точно дойдут потому что они мне кажется никому не нужны на почте чтобы хворовали стрим с какого устройства павел ван класс 7 ты про как качество кстати напишите пожалуйста и по звуку и по картинке а то как-то сегодня нет хейта и нет с одной стороны никаких ремарок по поводу норм качества или нет почему так много модераторов fix firex позапрошлый раз у меня не было модераторов вообще на стриме и проблема оказалась в том что меня просто закидали бота матами и же с ними я не понимаю как 100 человек которая сидела на стриме спасибо большое что пробыли там потому что то что творилось это вообще какая-то жесть дальше какие лучше взял для honor freebats 3 привет общался когда-то обзор ножи мы дождемся сайлент дэн у меня проблемы с пятым ножом его постоянно он постоянно до меня не доходят то есть я купил 5 ножей получается один потерял в командировке и вот мне нужен 5 с октября прошлого года я потом покажу как-нибудь на другом канале олежку свою где постоянные споры по поводу этих ножей я не знаю в чем проблема но на втором канале я однозначно его сделаю в ближайшее время может быть даже формате стрима расскажу покажу ссылки дам слегка лагаешь гид за если слегка значит все норм привет такой вопрос у меня о п 7 ты и какие уши лучше взять опа или вива если для звучания если ты меломан и ближе к аудиофилу однозначно опа раскошелься и купи если тебе нужен черный цвет то точнее вива если тебе нужен черный цвет белые ты не и тебе больше интересны басы то опа плюс экономишь средства что с вами были за развод товарищ это следующий стрим будет ада лак стрима рангейм главное чтоб со звуком было все норм потому что это не основное направление канала здесь мы просто собираемся чтобы пообщаться в первую очередь раз в неделю и мне дают пищу для ума что еще заказать чаще всего как мои старые подписчики замечать я это дело заказываю потом рассказываю вам об этом даже если это не является каким-то особо хайповым товаром потому что как вам сказать ну про подс и гарантия того что если выпущу обзор на них и будет 20 тысяч просмотров наверно стопроцентную со временем если я сделаю обзор на опа вот сегодня они зашли опа free вот это н.к. но могли вообще не дать вообще никаких просмотров потому что это ноу-нэйм обычно советуют логично что ноу-нэйм и как весело из себя ведут в людных местах линник вы можете посмотреть обзор на канале и узнаете александр что за часы на тебе это hello ls1 был обзор на канале максимальный лоукост это такой аналь аналог mi band 4 mi band 4 лучше однозначно по функционалу по внешнему виду мне они зашли я вот в них хожу неудобно и даже кожи не слезает как у большинства блогеров которые про них рассказывали анкер sound for liberty r2 александр это развод как только соберусь выкинуть бабки на них деньги извините что в этом в этом в этой плоскости это сто процентов разводилова я обязательно их куплю и прошки даже сразу куплю прошки чтобы максимально расстроиться и забыть эту тему вот сбрасывай тебе предложение для ушей астротека с 8 стоит ли вообще не известная фирма если александр вы их не про них продавец то я думаю вам не стоит они за мораль задумываться они должны вам доплачивать что их вы используете гибридные опа ближе к вкладышам до ближе к вкладышам опа но он это серьезно level нет опа не но он и анкер это но он и в моем понимании какие наушники лучше чем к зс один до двух с половиной тысяч рублей по звуку никакие по внешнему виду если брать в купе то есть сумму звучания говорит и т.д. и т.п. и цену то это hello gt2 для сяоми мей 8 какие что какие что будений что вы имейте ввиду александр нет не продавец хорошо енис дэдрын тут андрей я не андрей если чем ну ладно приветствую вас извините только присоединился может уже ответили на вопрос все-таки какие посоветуйте купить о по free viva airpods пользуюсь blackberry k2 не меломан тогда опа вот все просто можете посмотреть я стрим сохраню и соответственно вы сможете узнать полностью полную картину ладно пока удачного стрима помощь счастлива как там новые с 20 от samsung стократный зум уверен что это значит как сходить в магазин пощупайте их мне самсунге в принципе не нравятся вообще никакие я не знаю когда придет тот момент когда да я сомневаюсь что придет тот момент когда я начну рассказывать о самсунгах вот вообще интересный обзор на тв с наушниками с заушенниками как power beast про окей буду знать мир 2 как тебе они есть обзор на канале норм но есть лучшая альтернатива какие есть альтернативы xiaomi airpods pro 2 за те же деньги а я не знаю за сколько сейчас продают наверное опа ну но но опа вот из той же из тех же цифр это опа дальше samsung как apple тупо бренд ну apple это не тупо бренд гидзо я не соглашусь во всяком случае в ушах потому что они делают делают это первыми и у них по мне довольно неплохо получается не забываем про жать лайк за труды за стрим и за то что мы с вами встречаемся чтобы эти встречи у нас повторялись раз в неделю потому что либо я делаю обзор либо вот мы с вами разговариваем на стриме потому что к нему тоже надо как-то готовиться дальше сани мэйзу вообще собираются 3 3 поп выпускать ассет не уверен у них там все очень плохо александр посоветуй пожалуйста наушники до 20 долларов а то ролик на канале застарел ничего не поменялось хэлл gt2 а по совсем не но у них есть неплохая и дорогая у тебя техника валерия в курсе что оба продает такое количество телефонов что но у на ему мы их вообще не назвать саня если если бы не обзор это какими бы ушками пользовался как каждодневными мне бы было жалко денег на viva потому что несмотря на то что они супер классно звучат я бы взял а по потому что я могу их потерять и как бы 6000 потерять с половиной и 10000 для меня это важно вот я бы взял эти плюс такой черт не знаю мне черный цвет нравится вот то что в стоке они есть черные розовые удобно можно не покупать под них никакие чехлы не париться что вот это вот делом от моментально царапается превращается в такое не знаю как объяснить все отпечатки на них остаются самые лучшие наушники под ван глаз будет 2 однозначно дальше что купить и mosfet бит или верш это решать исключительно вам почему потому что это абсолютно разные продукты есть стримы посвященные этому на канале и просто нереальное количество различного вида роликов сравнение тоже на канале есть даже в плейлист а мы сфит сяоми выпустила новую версию бритвы миджи шеева 360 с насадкой триммеры щеткой для ножки у меня есть вот такая бритва на следующей неделе она будет на канале пока еще даже не тестировал твоя основная работа инженер я не очень сильно устал бледный кролик вот вот это скоро будет привет из питера александр может ливи выработать как hands free по отдельности да почему нет то есть один наушник все все представлены уж они не дно они могут по одному работать что лучше взять салон пицца но они дешевле ли а по они дороже я бы взял а по почему очень плохо что я стал говорить о стримах извините последнюю неделю общался с человеком который постоянно так и я бы взял точно по один раз раскошелиться говорю подождите пока они появятся в магазинах вы придете туда потрогайте одни наушники потрогайте другие наушники в принципе отпадет либо есть же белая белые они вообще если честно вот по мне градиентный чехол и смысл брать только в таком виде вот да и ток если такую позицию если белый тогда братья под старые скажи про свой power bank у меня есть стримы на этот power был ой точнее обзоры на этот power bank на этот там нечего рассказывать и на редми power bank тоже инженер понятие растяжимое вот считаете что растяжимый инженер какой лучше смартфон до двух сотен долларов камера автономность экран звук внешний вид вы прям много всего до запихали сейчас наверное какой-нибудь тирами ноут 8 pro за 200 баксов вы сможете взять привет как думаешь у наушниках о по будет анимация на модели о по опять я фолловер видел рекламу о по на русском но я не увидел если честно какая прошивка нужна для того чтобы было анимация скорее всего должна быть еще интересно от у грин буду знать рума позволяет если ракеты инженерить наверное мир 2 или о по опа приветствую какой из аналогов airpods про посоветую шуэрку под скро нет аналогов по мне если брать соньки тысячную которые тоже имеют шумодав я бы взял однозначный под спро хотя автономность у них довольно печально с другой стороны если вас интересует шумодав не на сто процентов то можно huawei взять но опять же желательно чтобы у вас huawei вский телефон был дальше у меня жирная проблема дело в том что живу в казахстане такой электроники как типа него у нас нет а сарика боюсь заказывать что делать ассет не боятся закажите сначала с алика что-то не недорогое пару раз а у вас там нет ограничения по стоимости основной телефон у меня ван классы мтп про опа watch или москвит бит с что будешь брать на обзор это и другое брать что я буду покупать виктор брать на обзор вот это слово брать меня просто слегка нервирует друзья я все это дело покупаю дальше ранге ему канала на 130 тысяч подписчиков youtube тоже деньги приносят до часть компенсируется трат и это хорошо ты слышал про игровые bluetooth наушники наподобие balance 2 black shark нет я уже купил от рейзера спасибо самоделки выкидывать деньги ну хорошо спас спасибо что посоветовали куда мне еще выкинуть денег средства какие лучше взял бы себе опа или sony w1000 вообще разные продукты абсолютно sony w1000 в принципе не брал из-за габаритов вот но я скорее всего их возьмусь для обзора но опять же я себя максимально долго пытаюсь от этой темы оттащить потому что ну взял я за 21000 apple airpods про и на них минут рука не поднимается делать обзор я обязательно его сделаю обещаю наружу стримов 6 подряд и вроде бы приходит все я вроде бы вот с радостью это дело а здесь я не знаю как они не настолько плохие чтобы я хотел ну вот это over price цена меня давит просто не нереально дальше анкер sound чего-то там в общем анкер ушки у меня были вот этот sound core норм уши liberty liberty now почему я взял потому что у них очень хорошие отзывы даже на амазоне и меня прям это очень 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 неплохо приободрило дальше гид за 120 это не предел для людей которые разбираются если тебе это интересно во первых во вторых обычно в зрелом возрасте у людей есть еще и левые доходы пассивные дальше я знаю что покупаешь просто меня не взять то же самое что купить а ну понял виктор арсений вопрос не в тему но все же крайне ноут 8 промикса и дорогие 10 cptx подключается я не помню я вот прямо не помню напишите мне вконтакте если я смогу я проверю что думаешь о вилме xd думаю менять телефон важная камера не тестировал поэтому ничего не скажу вообще телефон или у него как не держал валерия будет интересно посмотреть от тебя обзор на sony давали а еще будет интересно посмотреть на статистику моего канала когда они подадут на меня жалобу и сколько у меня насколько насколько у меня сократится количество просмотров в день потому что жалобы обычно очень серьезно падает статистика ты вылетаешь из рекомендация рекомендации для моего канала это 60 процентов просмотров какие-то вайс вкладыши взять до 40 баксов тренд однозначно hello gt2 вот что основной политикой а по посмотрел на них цену на новых часов 250 баксов ассет я посмотрел они налички стоит 29 тысяч рублей и сказать что меня дает жаба давит я вообще даже близко не сказать я понимаю apple watch 5 стоит 30 тысяч рублей а здесь 29 и поэтому когда зашел сегодня и прочитал сначала что они стоят 250 баксов я подумал но перевел в рублей это 17000 думаю черт с ним сейчас куплю за 17000 часы захожу там 29 и вот при 29 тысячах у меня включился инстинкт самосохранения я пока их не купил ну да сейчас нашей стране продает шаурмы ценится больше любого конструктора из-за денег естественно не знаю я продавцом шуму мы не работал дальше а что в авито магазин не создаешь и ссылки в описании на него что донсах захламлять и денис в питер приеду тогда правда что анимация уже не r2 есть только на телефонах сяоми именно сяоми они родные не знаю макс у меня не было такого обширного тестирования у меня когда было тестирование мир 2 вообще не было одного на прошивке прошки моей китайской и поэтому я не смог проверить вообще нет магазин не будет ворот владимир привет может есть шизоид но меня встала дилемма между сяоми r2 и кинера если есть дилемма берите кинера владимир если что вы сможете их перепродать xiaomi r2 по моему сейчас рынок наводненный перепродать будет довольно сложно вообще r2 вы можете послушать в магазине мне кажется если в большом городе проблем с этим не будет вообще никаких слышал о новых наушниках interstep ой flower мне interstep и свин писали не один раз и я их так красочно наверно отобрил потому что там все нужно лояльно я не могу брать на обзор то что нужно лояльно таких брендов по мне сам по себе бренд дешевый не знаю как вам объяснить то есть проще говоря за эти деньги лучше купить ноу-нэйм чем бренд чем штуку с именем заведомо хлама шлакоблок вот на пальцах если извините если кого-то обидел фанатов интер степа или свину но вот с кузи когда-то у меня были свиновские колонки они были просто топом что делают они с наушниками я молчу мое мнение все очень плохо это как джебельки вот после того как я потестировал эти джебельки у меня отношение к джебельми люди писали что они скатились да то что кто то что у меня в руках это хлам 6000 рублей за хлам тогда магазин по автономности не подходит да и музыку слушаю другой кей у вас в доме есть отдельная комната для съемок видео нет румагейм что за кубик на пауэре грунт бунт 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 а они у меня тоже расскажу какие вы глазастые значит не такая плохая камера да дальше кстати было бы хорошо сделать доп небольшие обзоры на шнурки зарядки стекла и так далее denis когда я перестану спать и обязательно сделаю обзор шучу нет времени вот пока я но что есть время то и делаю все чем я занимаюсь эта работа семья и блогинг и между ними спорт заходит из разряда попутной физической тренировки вот не знаю короткими перебеганиями в 12 часов ночи в магазин пятерочку и я не шучу хотя с другой стороны иногда на работе я за день учитывая что я чуть ли не клерк нахожу по 40 тысяч шагов вот такая магия какие скажете по-русски что купите все ничего не понял какие-то весны вкладыши форма airpods 2 взять до 50 баксов приуме но есть базе усы дабы 0 4 у меня на канале у меня свин уже лет 15 работают обдул вот 15 лет назад я покупал свои сиреновские колонки я безумно рад и на они до сих пор тоже работают посмотрите что они продают сейчас потрогайте ручками в магазине я не знаю по мне они скатились для джиндер и геймерс здравствуйте хочу завтра купить мебан 4 за 2 за 2 850 лет джиндер и геймерс купите пожалуйста это все на алиэкспрессе за 1800 рублей либо не смотрите youtube канала потому что это overprice overprice я аж прям заикаться стал от такой цены на гейбан 4 притом китайскую версию она все равно восстанет на русском в целом может пожалуйста посоветовать твоя с наушники до 5000 рублей флору до hello gt2 от затычки привет подскажи какие наушники брать до полутора меня мнение еще раз hello gt2 сейчас бы мне сейчас бы за мнение банить гидзо да все норм кого хотите того банки что скажешь про твс наушники кисти white опять в обзоре говорил что хорошие сбалансированные звуку наушники ну почему не советуешь кариб потому что если вы посмотрите под обзором комментарии очень много подделок неплохой обзор и игорь это стрим это не обзору очень приятно если вы к нам первый раз зашли не забывайте что здесь нет мата хамство и вы можете написать какую-нибудь вопрос на которой отвечу не забывайте про жать лайк если чем-то был полезен хотя мне кажется что полтора часа на сегодня хватит рума гейм не скрываю 36 тимофей спасибо большое еще раз всем спасибо за тем кто так что то пошли вопросы что интереснее hello gt1 плюс или плюс его это 5 hello gt1 плюс не тестировал какие наушники не из китая взять до 8000 рублей нет я не скажу в игр я когда увидел она фри бац light за семь с половиной в связном по моему я просто сказать мягко удивился и ушел и я не знаю пас почем почем наушники в россии в обычных магазинах потому что они как-то безумно дорого все продают каких наушниках звук звук слышат люди поблизости договорил что время и то есть товарищ во всем этом служит слышат люди звук рядом почему потому что это вкладыша чуть меньше в крошках потому что это все-таки ближе гибриды такие оля затычки что насчет зубной щетки от сяоми какую посоветуешь макс есть пять зубы топ-5 зубных щеток на канале можете посмотреть какие наушники до 30 баксов хэлл gt2 подскажи вообще все наушники из затычек до 50 30 100 долларов хэлл gt2 возьмите а потом уже решаете что вы хотите купить и когда вы будете сравнивать все это дело с этим относительным сел личным ноунеймом тот же бренд что вот этот вот эти части делает вы будете расстроены потому что все остальное вам будет казаться вы выбрасывать деньги на ветер стал пицца скал заказал я же правильно понял что они хороши академик да в целом вот учитывая количество учитывая отношения масс по поводу этих затычек они стандартные вот из разряда blitz вульфе 4 не знаю это неплохие муж и уши это обычный одно относительно китайский масс-маркет но учитывая количество положительных отзывов в моем понимании количество положительных отзывов уникальное поэтому я их и посоветовал когда делал обзор почему название раньше была польза ком потому что я хотел пользу комп от у меня достали тем что очень сильно похоже на наименный канал не одноименный а похоже высоко мы поэтому я переприкинала в пользу нет и дальше наверно больше он ориентирован на взрослый на взрослых людей которые помнят что на это та сеть они которые видят польза нет вот кратко так наверное даже по названию канала больше за 30 люди будут подписываться хотя уверен что на стримах сидит в основном молодежь какие наушники взять до полутора двух устал я какие лучше взять viva твс ревеллер релли арбатс если вас вас интересует звучание viva твс если вас интересует моё мнение по сбалансирование позвал по балансу и по низким частотам то опа друзья не жалеем лайк спасибо первый раз у нас миллениал приятно видимо не только мне важно слышимость музыки со стороны зло абсолютно практически во всех вкладышах есть такая проблема если можно назвать это проблемой оникс нео или к зс-1 однозначно к зс-1 если по внешнему виду окси оникс не на него валентин я не тестировал я извиняюсь если не по теме но там близкие по ним наушники тестировал у него просто по-моему единственное отключили мигание не намного они лучше я извиняюсь если не по теме посоветуйте годные земные кроссовки максим как бы зима закончилась а так всегда советую что не с кортексом сходите в соломоны сейчас наверное начнут распродажи александр спасибо серджи приятно мне тоже дионисий захаров александр спасибо кроссовки марафонки будут захаров так были еще будут просто у меня сейчас снег я не знаю где вам тестировать их если их покупать то как бы бегать надо хотя бы полкишок вот а учитывая сейчас работу я вообще можно сказать на дне без пищевой цепочки у спортсменов дальше hello gt2 кейс открытый что не очень удобно есть альтернатива с удобным кейсом hello gt1 по-моему закрыт за 3000 можно твс норм взять конечно знаешь что анкер p2 хочу их приобрести нет считаю что не советую . польза сяоми выпустила микроволновку model party микроволновку у них продажу уже полтора года и она даже в обычных магазинах есть player feel m5 используешь или еще поигрался отложил нет если вы не заметили денис он единственное у меня на канале как раз потому что он свою функцию выполняет я с ним тестирую также девайсы просто я про это не говорю в обзоры ну что и так какие-то обзоры стали очень плотные информ по информации если еще буду эту информацию добавлять но очень нет варвар я не дико люблю соломон проблема в том что ну вот проблема в том что у них ценовая политика можно на распродажах очень вкусно купить хорошие кроссовки выпускает вечер добрый не подскажете твс уши с лучшим микрофоном до 100 баксов павел я посоветую вам посмотреть топ-5 наушников на канале с лучшим микрофоном и вы для себя что-нибудь выберите я уверен в этом на сто процентов дальше можешь просто когда не по сезону зимний обувь дешевле но это не точно ничего не понял но очень интересно по муслайт или не фолл 5 взял бы не однозначно ни то ни другое не фолл 5 может быть бы взял по муслайт я бы взял посмотрите обзор они мне понравились по луну с айфоном с android устройствами они звучали ужасно максима какая у вас зима в украине достаточно теплая я всю зиму ходила в на экранер мои первые мои дорогие кроссы я поняла за что заплатила валерия очень правильный подход если говорить по поводу кроссовок вы берете идете в магазины и примеряйте как минимум пар 30 кроссовок а потом выбираете кто то в чем вам ходить потому что с бегами все понятно вот с ходьбой лучше лучше долго и упорно подбирать иначе будут связки болеть получается со временем топа ничего лучше не появилось с точки зрения павел стоимости да то есть в лоу кости я ничего так другого и посоветовать не могу говорить что вы купите samsung потому что там лучше цвета я не стоит в шесть раз дешевле у меня язык не повернется lining кроссовки топ уже купил 5 моделей после твоих обзоров николай очень рад что они вам зашли кроссы и правда топ дальше помо мне супер они умные сидишь на троне и смотришь youtube опа грустный микрофон шумном месте гром бро возможно они допилят это дело может быть и нет алексей дарова редми ноут 8 про хороший телефон мне не очень зашел но он хороший свои деньги я вообще в кроссах ходить не могу гидзо вы просто не подобрали себе достойные их очень много разных дальше польза микроволновку миджи я просто не в курсе ну да и очень много магазин их очень много этих микроволнов в магазинах от силами все я думаю на сегодня заканчиваем следующий стриме я думаю может быть будет веселее потому что потому что закончится вот это вот стрессовые ситуации у нас в россии с понятно чем политическая которая вряд ли когда-то в ближайшие 30 лет закончится экономическая которая тоже лучше никогда не становилась и по болезням как-то печально все меньше смотрите новости потому что я что-то что-то много читаю очень много расстраиваюсь также не я подобрал не забывайте подписываться на телеграм-канал там у нас уже 800 человек скоро почти по моему 900 все по-доброму на любые вопросы отвечают иногда с юмором потому что много достаточно подростков и детей которые вообще не понимают о чем спрашивают нет рекламы никаких там купите эти наушники бла-бла-бла скидка бла-бла-бла два очень классных модератора там и вот наверное все спасибо что были не расстраивайтесь помните что мая это месяц самоубийств то есть если у вас ухудшается настроение это нормально потому что выходит солнце после зимы мы все устали пейте витамины следите за здоровьем я думаю вы знаете по поводу чего я говорю и надеюсь все у вас будет хорошо занимайтесь спортом чуть-чуть избегайте людных мест вот думаю что это логично чаще руки мойте обязательно всем добра давайте попрощаемся владим вадим счастлива гид за счастлива петр счастлива варвару удачи давай без политики не знаю ком то они все такие там валерия счастлива диана удачи юрий удачи model party спасибо что был наруто удачи петр санек good luck всем добра спасибо за стрим друзья